Несколько лет назад по президентской программе «Здоровье» сочинская станция «Скорая помощь» начала обновляться. Стали закупать новое медицинское оборудование. В преддверии подготовки города к зимним играм модернизация тех средств продолжилась. Появились современные автомобили, оснащённые мобильными устройствами, благодаря которым врачи теперь могут оказывать помощь в любых условиях, не только в салоне реанимационного автомобиля. «Раньше мы пользовались аппаратами, которые весит где-то 10-12 килограмм. Ну и представьте, маленькой девочке-фельшеру нести 8-килограммовую сумку, 12-килограммовый дефибриллятор, 10-килограммовый кислородный аппарат. Всё это физически было трудно осуществимо». Так, например, современный дефибриллятор весит около 3 килограммов и прост в использовании. Аппарат автоматически настроен на все жизненные ситуации. Сам снимает кардиограмму и определяет, какой разряд необходимо подать. Или вовсе можно обойтись без электростимулирования. Врачу остаётся только подключить электроды и при необходимости нажать на кнопку. Недавно станции скорой помощи было приобретено 40 дефибрилляторов. И врачи уже испытали их в деле. «У меня было два таких случая не так давно. В течение последнего месяца эффективность, конечно, значительно выше той аппаратуры, которая была до этого». Таким компактным и умным оборудованием оснащены все реанимационные автомобили. Пока на вызовы выезжают всего три. Но в ближайшее время ожидается поставка ещё порядка 40 современных машин. Кроме того, весь персонал проходит обучение, где повторяют методы оказания первой помощи, в том числе и сердечно-лёгочной реанимации. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.